Алексей, привет. Приветствую. Спасибо большое, что принял участие в сегодняшнем эфире. У тебя сегодня была неожиданно новая роль для тебя. Ты был ведущим эфира IM Live по теме Threat Hunting. И сейчас на интервью мы поговорим с другой стороны уже. Какова роль и какие задачи направления Threat Hunting у Positive Technologies? Спасибо за вопрос. Действительно, сегодня у меня был новый опыт. Я выступал в роли модератора, и поэтому он несколько был ущемлен в том, чтобы рассказывать о том, как это устроено у нас. Конкретно у нас Threat Hunting занимается довольно большая команда людей, и самая главная у них задача – это понять, как с помощью Threat Hunting выявлять можно злоумышленников, как можно выявлять инциденты, и потом делать так, чтобы эти подходы появлялись в наших продуктах. То есть мы придумываем новые гипотезы, мы там пишем концепты детектов, опробируем их в наших работах по мониторингу, опробируем на наших заказчиках лояльных, которые идут в эту историю вместе с нами. И потом, когда мы убеждаемся, что это действительно детекты имеют право на жизнь, то что действительно с их помощью можно выявлять те инциденты, которые были пропущены, если так можно сказать, базой знаний наших продуктов на текущий момент, мы это доставляем до наших продуктов. Ну и самое главное, Threat Hunting, он на самом деле идет очень неразрывно с такой темой, как Threat Intelligence, то есть ребята, которые занимаются в ESCII Threat Intel, они подсказывают ребятам, которые занимаются Threat Hunting, они постоянно обмениваются друг с другом информацией. И конечная цель всегда это научиться детектировать хакеров, злоумышленников внутри инфраструктуры как можно раньше, как более качественно, а самое главное максимально понимать, что они там делали, куда они движутся и зачем они это делают. А вообще вот этот процесс Threat Hunting, он возможен без SOCA или никак? Во время эфира мы это долго обсуждали, и на самом деле действительно с моей точки зрения Threat Hunting это прямо один из процессов, который должен так или иначе быть внутри SOCA. Внутри. То есть обязательно ребята должны отслеживать операционные вещи, то есть детекты, которые сообщают средства защиты информации, также должна быть выделенная команда, которая понимает, где что не покрыто, которые следят за Threat Hunting, которые получают информацию от команды Threat Hunting, которые на основании этой информации выдвигают гипотезы, их проверяют. Очень полезно взаимодействие с командой Incident Response, с форензистами, которые тоже приходят, приносят различные кейсы, рассказывают, какие типы инцидентов они видели, какие техники, тактики во время расследования инцидентов видели. И дальше это тоже ложится в ту базу, которую используют ребята, которые занимаются Threat Hunting и пытаются выявить в инфраструктуре новой атаки. Это такой процесс, который требует большой технической подготовки и определенной зрелости для компаний. Вот как раз о зрелости хотела поговорить. Для меня вообще непонятно, насколько компании, даже крупные компании располагают такими специалистами, сотрудниками, которые могут подключиться к процессу Threat Hunting и так далее. То есть вот позиция Positis Technologies, это все-таки должно быть аутсорсинг или внутри компании инхаус? Тут нет однозначного ответа, потому что каждая компания сама выбирает тот путь, по которому они развиваются с точки зрения информационной безопасности. Некоторые компании целиком и полностью всю информационную безопасность отдают на аутсорсинг. Тогда, естественно, и Threat Hunting, как незаменимую часть информационной безопасности, она тоже уходит в аутсорсинг. С другой точки зрения, ряд типовых и простых атомарных вещей компания в состоянии выполнять самостоятельно. То есть во время эфира мы вспоминали вот эту пирамиду боли, обсуждали то, что нижние ступеньки этой пирамиды, они легко автоматизируемы, они легко применяемы в различных инфраструктурах и так далее. Это там все компания может построить у себя сама, либо с использованием тех или иных специализированных средств, которые в этом помогают. В компаниях любых размеров, правильно? Ну, в принципе, да, любых размеров. Тут без разницы. Самое главное желание и понимание, что этот процесс действительно важен. Да, то, что находится на самом верху, это очень трудоемкая история, это очень трудоемкая, тяжелые, грубо говоря, ресерчи, и квалификация специалистов, которые этим занимаются, она должна быть очень высокой. Процесс 24 на 7. Получается, что ты постоянно должен... Не обязательно 24 на 7. Тут история с трэдхантингом, она все-таки связана с более таким детальным и въедливым техническим ресерчем, и тут сложно предсказать, когда он будет, этот результат и так далее. В то же время трэдхантинг невозможен без понимания того, что происходит в инфраструктуре. То есть если ты не знаешь, где у тебя критические активы, какие целевые системы внутри инфраструктуры могут быть интересны злоумышленникам, куда он пойдет, если ты не понимаешь... В каждой компании есть бизнес-процесс, допустим, по оплате счетов, по переводу денег и так далее. Есть группировка, которая ориентируется на кражу денег. И если ты не понимаешь, как этот процесс выстроен внутри компании, то заниматься трэдхантингом по выявлению группировок, которые пытаются украсть эти деньги, практически невозможно. И вопрос в том, что когда это инхаус, это зачастую значительно проще понять, как выстроен этот процесс. Если это аутсорсинг, то тут повышены требования к аутсорсеру для того, чтобы он вник в эти бизнес-процессы, понимал, понимал, как устроен бизнес и так далее. Но бывают какие-то шаблонные кейсы, по которым работают специалисты, а бывают какие-то уникальные ситуации? Безусловно, бывают шаблонные кейсы, но лично мы стараемся сделать так, чтобы все шаблонные кейсы рано или поздно перешли в обычные детекты внутри продукта. Были внедрены уже, да? Да, были внедрены в наших продуктах, потому что мы в первую очередь вендор. И в этом максимально заинтересованы. А то, что там новые результаты ресерча, ну да, это, к сожалению, трудоемко, как искусство. То есть этот процесс автоматизировать не получается? Не до конца? Не до конца. Его не до конца не получается автоматизировать. И самое главное, я сомневаюсь в том, что когда-либо это будет возможно. Потому что, опять же, во время эфира мы обсуждали, что будут появляться новые технологии. Хакеры будут придумывать, как эти новые технологии заново взламывать, получать доступ. И мы будем придумывать методы, как детектировать. И только потом мы будем придумывать, как это автоматизировать. Будем призывать машин-ленинг и так далее, придумывать новые типы решений, придумывать новые технологии и детектировать уже автоматически. Да, можешь назвать или перечислить топ инструментов или таких must-have, которые используют компанию Positive Technologies? В этом плане нам значительно проще, потому что у нас довольно широкая линейка собственных продуктов. Обязательно анализируем то, что происходит в сети, то, что происходит в трафике, в нашей NTA-решении. Я там во время эфира говорил, что хакер, ну, пока что, слава богу, не в состоянии не оставить следов в трафике. Да, он может маскироваться, применять различные типы туннелей, но в трафике следы есть всегда. Дальше, соответственно, это сбор логов. Сбор логов со всевозможных источников. Чем больше, тем лучше. Дальше данные, получаемые из песочницы, данные тех, какие объекты циркулируют, какие письма приходят в почту, что там появляется у пользователей на различных файловых шарах и так далее. Дальше очень важная информация о Tretentale, то есть кто атакует, как атакует, какие используют индикаторы техники, тактики, процедуры и какие группировки вообще здесь и сейчас интересуются в Российской Федерации компаниями из этого сектора, из энергетического сектора, из финансового сектора и так далее. Обязательное изучение отчетов, которые выпускают коллеги по рынку и собственный ресерч по результатам работ по расследованию и так далее. И во время эфира я в интервью говорила, спрашивала, задавала вопрос спикерам, только крупные компании, большие компании могут себе позволить этот процесс. Каким образом можно внедрять эти в жизни, эти технологии в жизни и не ставить задачи, чтобы заплатили большие бюджеты и так далее? То есть это же не все компании могут позволить себе? Ой, не знаю, тут, я так понимаю, мы еще с коллегами все по-разному даем определение крупным компаниям. То есть крупные – это что такое? Это каких размеров? Тут, наверное, правильный ответ такой. Если компания в состоянии у себя разворачивать сок, либо использовать сок по аутсорсинговой модели, значит, трэдхантинг – это тоже для них. Поэтому это две неразрывные сущности. Понятно. Вот ты говорила о том, что у вас достаточно большое направление и много сотрудников. Где вы их берете? Как вы их обучаете? Да, это прям, ну, на самом деле проблема. Больной вопрос. Да, все постоянно говорят, что кадровый гол – это проблема. В трэдхантинге без людей не обойтись, автоматизировать его невозможно, как мы с тобой говорили перед этим. Поэтому, ну, у меня правило одно – человек должен хотеть этим заниматься, оно ему должно нравиться, то, чем он занимается. У него должны гореть глаза, и он должен быть готовым заниматься самообразованием. Дальше, в принципе, количество экспертов внутри компании в различных областях, в различных доменах знаний, их колоссальное, все готовы поделиться, подсказать, побыть наставниками, менторами, если можно сказать. Если человек хочет, то он очень быстро развивается. У меня есть примеры ребят, которые там за 2-3 года добиваются очень хороших результатов с точки зрения там и трэдхантинга, и трэдентелла, и анализа ведоносного программного обеспечения, и так далее, и так далее, в разных доменах. Сами проходили какие-то курсы или что? Ну, безусловно, мы как компания помогаем курсами, но тут в первую очередь максимальная концентрация экспертов, которые, грубо говоря, тянут всю остальную команду, и плюс вот этот вот обмен знаниями внутри команд. У нас очень большая команда пентестеров, которые регулярно радуют и крутыми ресерчами, и обнаружением там уязвимости нулевого дня, и там различными векторами, техниками, тактиками. Мы постоянно с ними обмениваемся информацией. Они рассказывают, как они кого-то ломают, мы рассказываем, как бы мы это детектировали. Они улучшают свой инструментарий для того, чтобы мы их перестали детектировать. Мы улучшаем свой инструментарий, чтобы начать их детектировать. И вот так вот внутри компании друг друга драйвим и подталкиваем к тому, чтобы быть лучше и выявлять реальных хакеров в реальных заказчиках значительно лучше и качественнее. Ты обратил внимание на несколько вопросов как раз от зрителя поступило, как пройти сертификацию или где пройти обучение и так далее? То есть есть интерес к этому у зрителей наших? Наверное, есть, но тут история в том, что нигде не учат на Трэдхантера по умолчанию. То есть ты не сходишь на какие-либо курсы и не получишь бумажечку, то что вот все. Это определенный склад ума, желание и еще раз желание. Да, могут какие-нибудь курсы помочь в каких-то доменах знаний. То есть можно начать представлять, как действуют хакеры, если проходить курсы, которые рассказывают о тестах на проникновение, там, рейд-тиммингу и так далее. Это, на взгляд, с одной стороны. Дальше обязательно нужны курсы, либо вообще какие-то там информации о том, как детектировать или иные события. Ну, то есть это не девелоперов, скорее, это кто? Это айтишники или эбэшники, или все вместе? Ну, наверное, это все-таки классические эбэшники, которые практически эбэшники, которые прямо на практике занимаются эксплуатацией средств защиты информации, пишут детекты, понимают, о чем они. Это, безусловно, ребята с большим айтишным бэкграундом. То есть у меня в команде есть ребята, которые какое-то время работали IT-администраторами, и дальше они начали заниматься информационной безопасностью, и после этого... Понимают процессы внутри компании. Да, понимают процессы. Есть ребята, которые целенаправленно сразу развивались в форензике, либо в каких-то там смежных областях. Ну, тоже самоучки, я так понимаю, в основном. Ну, не знаю. У нас, наверное, самоучки во всех отраслях, потому что никакой вуз, ну, по крайней мере, в IT и ВБ не готовит под ключ. Нельзя сказать, что вот он закончил этот университет, и это готовый специалист, который прямо на любом предприятии построит защиту с нуля. Нет, необходимо поднабраться практики, узнать в том, как реально устроен этот мир и так далее. То есть определенные зазоры вот этого вот, он присутствует, и его необходимо ребятам закрывать самостоятельно, если у них есть желание. Кто-то этим не занимается. Как ты считаешь, что дальше будет происходить в течение трех, там, пяти лет с этим направлением, с этим средхантингом? Ну, на него будет повышаться спрос, безусловно, потому что уровень зрелости компании в области информационной безопасности, он начинает расти. То есть, если вспомнить, там, пять или шесть лет тому назад, там, допустим... Антивирусы. Да, ну, там были только антивирусы, только IDS, и только межсетевые экраны. А на вопрос, а кто имеет свой собственный сок, там, на какой-нибудь конференции из зала было две-три руки. То есть сейчас и регуляторы подталкивают, и нормативная база требует, и, соответственно, логичное развитие, что это будет набирать оборота. Причем некоторые азы того же самого треххантинга регуляторы предъявляют уже сейчас. То есть отраслевые церкви присылают, там, информационные билетнии, говорят, вот, индикаторы компрометации, вот, какие-то техники, проверьте их у себя. То есть прям, ну, базовый, начальный уровень, то есть подталкивают. Поэтому это направление будет набирать обороты. Естественно, лень — это двигатель прогресса. Всем ребятам, кто занимается треххантингом и так далее, лень одно и то же делать каждый раз руками. Начнет появляться автоматизация. А продукты, которые в этом помогают, они начнут у себя в функционале уже иметь, ну, там, какие-то готовые функциональные фичи, которые позволяют, будут осуществлять треххантинг проще. То есть развитие будет, я думаю, довольно большое, бурное, и накладывать значительное влияние на продуктовую линейку, которую мы обсуждали, которая нужна для треххантинга. Спасибо тебе большое, что ты принял участие в роли ведущего, модератора в первый раз. Надеюсь, это не в последний раз. Будем рады видеть на следующих эфирах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.